В Йемене частично сняли блокаду морских портов, и в них смогли войти несколько судов с гуманитарной помощью. Три корабля доставили в Хадейду почти 90 тысяч тонн продовольствия. В порт Софиф вошло судно с 40 тысячами тонн гуманитарного груза. «Впервые у йеменцев появился небольшой проблеск надежды. Первый гуманитарный груз прибыл в порт, и первые корабли были пропущены через это железное кольцо контроля, в котором оказались 27 миллионов йеменцев». В Хадейду должны прибыть ещё семь судов, которые доставят 180 тысяч тонн продовольственных товаров. Кроме того, ожидаются три корабля с 50 тысячами тонн топлива. Это должно немного облегчить тяжёлое положение йеменцев. Однако, по словам главы Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгелана, даже такой объём гуманитарной помощи удовлетворит лишь малую часть потребностей населения. «Им необходимо импортировать почти всё продовольствие и топливо. А это значит, что каждый день должно прибывать много кораблей. При этом несколько месяцев суда вообще не прибывали, либо их было мало. Поэтому я всё ещё боюсь масштабного голода». Эгелан считает, что люди в Йемене голодают в основном из-за блокады. Её ввела в ноябре коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. Причиной послужило то, что повстанцы хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Риада. Гражданская война между мятежниками и правительством Йемена идёт с 2014 года. Конфликт обострился в 2015-м, когда в него вмешалась арабская коалиция.